Подруги, привет! Сегодня у нас с вами очень интересное видео на тему развития малыша. И, конечно же, главным героем сегодня будет вот этот красивый спящий малыш, наш Гранти, которому исполнилось 5 месяцев. И в эти 5 месяцев я могу сказать точно, что это опытный человек, поскольку пережил очень-очень много всего. В 3 месяца он заболел у нас таким серьезным риновирусом, за которым следовал бронхит. И который в осложнении перетек в пневмонию. Ну, а в свои 4 месяца этот человек переболел коронавирусом. Конечно, в наше время это неудивительная история, но, учитывая, что ранее у нас была пневмония, я, конечно же, как мама переживала его заболевание очень-очень серьезно, потому что боялась дополнительных осложнений. Слава богу, Крепыш у нас такой здоровый, и он прекрасно переболел, хорошо справился с болезнью, и сейчас можно сказать, что у малыша все в порядке. И можем говорить уже о прочих наших пунктах и достижениях его развития к 5 месяцам. Что еще могу отметить особо в 5 месяцев? Во-первых, наш сон стал намного спокойнее. Наконец, Грант более спокойно спит свои ночи, и мы уже, наверное, можно сказать, забыли о тех очень тяжелых моментах, когда он после последнего ночного кормления приблизительно в 4-5 утра уже не уходил в сон. И мы вот прям бодрствовали и никак не могли уснуть. Либо приходилось прибегать к нашему Бэби Берну, чтобы ребенку укачать, и чтобы он хотя бы немножечко поспал. И, конечно же, я как мама, которая кормит грудью ребенка уже 5 месяцев, для меня это такая большая-большая победа. И я, конечно же, нами горжусь в этом вопросе. Для меня, естественно, вот такие вот бессонные ночи, они очень сильно дают о себе знать, потому что уже накопившаяся усталость, накопившийся недосып, он очень сильно сказывается в течение дня. И порой становится тяжело заботиться и проводить день с двумя малышами, с маленьким Грантом и с его старшим братом Рэмом. Так вот, наши ночи стали намного спокойнее. Сейчас Грант просыпается, чтобы поесть два раза. И мы, в общем, вошли в такую хорошую графику, когда все остальное время мы спим. Причем, что еще знаменательно, то, что сейчас Грант спит без пеленки. Мы, слава богу, научились спать со свободными ручками, которые поначалу, естественно, нас беспокоили, освобождали по одной. Сначала он спал с свободной одной ручкой, потом с двумя ручками. И, конечно же, естественно, были ночи, когда эти ручки приходилось возвращать все-таки в пеленку, потому что, очевидно, ребенку было тяжеловато. Но стало его отучать от пеленки как раз-таки в момент, когда он болел, именно по той причине, что ребенок начинал переворачиваться. Этот навык тоже мы очень серьезно отрабатываем и тренируемся. И, по крайней мере, во время сна сейчас ребенок часто спит на боку. И известно, что когда ребенок начинает переворачиваться, то во время сна, ночного особенно, когда мама за ребенком не приглядывает постоянно, нужно ребенка освобождать от пеленки на случай, если он перевернется на живот, чтобы он, в общем, мог сконтролировать свое тело, мог ручками помочь себе, может быть, как-то спозиционировать тело таким образом, чтобы носиком не упереться в матрас, и он мог спокойно дышать. Ну, а ночные наши кормления, они, конечно же, напрямую связаны с грудным скармливанием в общем, в целом, и с набором веса гранта. С этим пунктом, конечно же, нам везло не так, как с другими навыками, просто потому что мы боролись за его вес, и как раз-таки во время его заболеваний, пневмонии и короны, естественно, он терял этот вес, и это для нас было таким огорчающим моментом в этой всей истории, потому что нам приходилось этот вес снова добирать, на это тратилось время, которое обычно здоровый ребенок, конечно же, бы тратил на то, чтобы просто вес набирать и себе спокойно, радостно расти. Это, к сожалению, не наша история, мы этот вес теряли, потом снова набирали, и сейчас мы, ну, опять же, наверное, для нас радостно можем сказать, что мы добрались до отметки 6,5 килограмм, что по возрасту, конечно, сильно нижняя граница, и хотелось бы, чтобы ребенок весил намного больше, как минимум 7 с копеечками, но мы, в общем, с самого рождения не крупный грант такой, ну, не миниатюрный, но, скажем так, ребенок, который больше относится к маленьким деткам, да, с весом, который идет по нижней границе, и поэтому для него именно динамика в этом промежутке, она как-то, наверное, считается нормальной. И вот мы наконец-то достигли границы 6,5 килограмм, что очень здорово, это тот вес, который у него был до последнего заболевания, и сейчас мы можем спокойненько двигаться вперед и спокойно набирать свой вес и надеяться, что ничто нам больше не помешает. Грудное вскармливание в связи с этим у нас все еще каждые 2 часа в течение дня, то есть ребенок прикладывается к груди достаточно часто, ест он за раз немного, взвешивая ребенка, я проверяла, это порядка 100 миллилитров, не больше. Если ребенок за раз съедает приблизительно 100 миллилитров, то, конечно же, кормить его нужно минимум 9 раз в сутки, чтобы набирать его необходимые 900 миллилитров, миллилитр грудного молока за сутки. То есть это норма в его возрасте. И, конечно же, обычный объем одного кормления у деток, ну, как правило, 220-240, наверное, миллилитров в этом возрасте, но мы до этой отметки еще не доходим, и поэтому кормимся так часто для того, чтобы набирать его суточную норму. Где-то приблизительно, наверное, недельки через полторы я планирую начинать водить прикорм. Я замечаю за ребенком активный пищевой интерес, он очень-очень пристально наблюдает, когда едим мы, его остальные члены семьи, и как-то сильно он тянется, тянет ручки, и взгляд у него становится очень таким активным, с большим интересом, и он пытается как-то нам сообщить о том, что давайте, меня тоже угостите, мне вот прямо интересно, что это у вас там за такие вилки, ложки, которые отправляются постоянно ко рту, я тоже хочу попробовать. Поэтому я думаю, что наш прикорм мы начнем, вот получится уже 5,5 месяцев, до 6 мы ждать, я думаю, не будем, мы начнем с каш. С каш начну просто потому, что у нас как раз-таки вот вес, он находится в нижней границе. Если бы у нас вес был в норме ближе к верхней границе, тогда, конечно же, бы я начинала бы его прикорм с овощей, как я это делала со своим старшим сыном. Но в этом случае мы начнем с каши, она просто-напросто более питательная, и я думаю, каша нам поможет в том, чтобы набрать более активно вес и приближаться к высшей границе нормы по его возрасту. Еще очень важным моментом в его 5 месяцев это то, что мы пошли на грудничковое плавание. Это занятие ему пришлось сильно по душе, и он, в принципе, будучи довольным таким ребенком, который редко когда говорит «нет» маме на ее какие-то предложения активности, то и в этот раз мы наблюдали за сильно довольным ребенком, который, опять же, с большим интересом в глазах, участвовал, собственно, в этом занятии первого плавания вместе с тренером, выполнял гимнастику, плавал активно и тянулся за игрушками, мячами, и, в общем, демонстрировал действительно очень приятную такую картину довольно у счастливого малыша, который начал первые такие свои активные занятия, и я думаю, что именно плавание, оно поможет нам как раз таки и в физическом развитии. Вспоминаю своего старшего сына, который никак не хотел начать ползать и вставать на четвереньки, буквально через, по-моему, три занятия плавания, встал на четвереньки, начал покачиваться, и это был такой очень хороший толчок в нашем развитии, поэтому и для Гранта, я думаю, ситуация не будет отличаться, и плавание нам сильно будет помогать в его развитии. Но, в принципе, что касается его темперамента и того, какой Грант ребенок, я могу сказать, что это действительно очень-очень кайфовый малыш. Прямо другого слова по отношению к нему, конечно, трудно очень подобрать, поскольку вот с ним, находясь рядом, действительно, я понимаю, что говорят мамы, когда рассказывают о, не знаю, типичном младенце, типичном новорожденном, каких-то моментах, когда вот если ты, например, там сделаешь так, то ребенок ответит так, или если ты там посмотришь или скажешь, или какие-то действия совершишь, то он ответит так. И с ним я действительно это вижу, я действительно вижу, насколько он контактный, как он отвечает, как он с удовольствием общается, и на самом деле самое-самое любимое в его жизни – это, конечно же, общаться с его семьей. Он обожает, когда мама на него обращает внимание, когда папа к нему подходит. Да, в принципе, вот только подойди к ребенку, только начни с ним разговаривать, только посмотри ему в глаза, и он все, да, Грантик? Все, он начинает улыбаться, и он прям с огромнейшим удовольствием идет на контакт, он взаимодействует. Он просто настолько глубоко смотрит в глаза, что я получаю невероятное удовольствие. Мое сердце, оно прям тает, когда я с этим малышом общаюсь, и каждый раз, когда он просыпается, он начинает улыбаться, он сразу хватает за личико. Он, в принципе, очень-очень любит хватать маму за личико особенно, и ему очень нужен такой тактильный физический контакт. Вот по его темпераменту, его характеру видно, что для него это очень важно. Поэтому, собственно, с ним у нас очень много времени проходит в таких вот играх и в общении, и в таком ласковом жутко, когда мы очень тесно с ним контактируем и взаимодействуем. Это, правда, очень-очень здорово. Но в ближайшее время наш такой тесный контакт, он немножечко у нас нарушится. В том смысле, что мы буквально тоже через недельку-две планируем ему поменять кровать. В связи с тем, что ребенок уже начинает переворачиваться, любит спать на боку, наша приставная кроватка, в общем, она уже для нас стала менее актуальна, и можно сказать, что, наверное, она нам прекрасно отслужила свой срок, и мы будем с ней прощаться. То есть наша приставная кроватка Чика, она отправится уже в отставку, и мы уже приобретем ребенку большую кровать. Я думаю, такую кровать, которая будет расти вместе с ним, она все еще будет оставаться, конечно же, в моей комнате рядом с моей кроватью, но он будет переселен немного-немного дальше от мамы, в том смысле, что между нами будет бортик такой настоящей, кроватки, и он уже будет привыкать спать в таком большем пространстве, то есть его спальне-место, оно станет больше. Еще по личику нашему видно, что у нас активно-активно текут слюни, потому что лицо у нас в связи с тем, что он его постоянно трогает, постоянно оно мокрое, оно сохнет жутко-жутко, и вот носик, щечки, они у нас частенько в таком раздражении, и частенько у нас шелушится кожа. Это, конечно, не самое приятное, что может быть с малышом, но, мне кажется, неотъемлемый процесс и момент его развития. Вот руки он постоянно в рот засовывает, и постоянно ему нужно что-то жевать, что-то там пробовать, и, очевидно, у него, я думаю, скоро начнутся и зубки, и очень будет интересно наблюдать, как же Грант будет переживать прорезание зубов, и вообще, как у него этот процесс будет проходить. Да и во сколько месяцев, конечно, мне тоже очень-очень интересно этот процесс будет у него начинаться. Ну, привет, малыш! Привет, ножка! Кто тут хочет перевернуться на бочок? Ну, ты просто невероятно классный малыш! Ты классный малыш! Ну, давай, поворачивайся! Ну, давай! Просто поиграешь с ногой, да? Ну, хорошо, поиграй просто с ногой! На следующей неделе нам предстоит еще лететь в Ригу. Это будет его второй полет на самолете, второе вот такое путешествие. И, в общем, мы с Грантиком полетим в Ригу, поскольку у нас по графику должны быть прививки. Мы их, понятное дело, из-за болячек откладывали и переносили, но сейчас уже доктор нам дал добро на наши прививки, поэтому мы полетим и будем планово прививаться. Оп! Бам! Молодец! Ну, ты молодец! Еще один, наверное, очень важный такой параметр, который нужно упомянуть, это рост Гранта и размер его одежды. Рост у нас сейчас 65 сантиметров, и одежда, на самом деле, ну, такая маленькая по размеру, как мне кажется. Есть часть одежды немалая, которую мы до сих пор носим 56-го размера, все остальное у нас, наверное, 62-й размер. И как-то есть у меня ощущение, что не скоро мы планируем с ним этот размер менять на следующий. Так что, подружки, это главные моменты нашего развития в 5 месяцев. Если что-то, какие-то пункты забыли, обязательно о них пишите нам в комментариях и задавайте ваши вопросы. Мы с большим удовольствием вам на эти вопросы ответим. А с нашей стороны сегодня это все. Мы с вами увидимся в следующем нашем видеоролике. Пока! Пока!